В прошлый раз мы остановились на следующем сюжете. Вот я тут какие-то напоминания выписал. Давайте мы их освежим в памяти. Рассматриваем такую ситуацию. У нас имеется группа G. В ней рассматривается подгруппа H. И тогда, имея G и H, мы можем рассмотреть вот такое отношение на группе G. Говорим, что пара A и B находятся в этом отношении. Тогда я только тогда, когда A-1B лежит в H. Вот у нас есть такое отношение. И про него мы в прошлый раз доказали предложение, что данное отношение является отношением эквивалентности. Помните такое, да? В соответствии с общей теорией отношения эквивалентности, что мы получаем? Что вся наша группа G разбивается в объединение попарно-непересекающихся левых смежных классов. Ой, классов эквивалентности. При этом класс одного элемента A, ну, любого элемента A, это вот как раз левый смежный класс, про который я уже сказал. Понятно, да? В результате все равно вам следует держать в голове такую картинку, что какое у нас, как у нас выглядит разбиение на левый смежный класс. Вот у нас есть вся группа G, в ней есть подгруппа H, да? Вот как бы выделенный один левый смежный класс, это всегда сама H. Вот это тоже очень важно понимать. Ну, а вся остальная группа G, вот она как-то расслаивается на вот эти вот левые смежные классы. Хорошо, давайте мы продолжим. Очень простая лемма. Очень простая лемма. Предположим, что подгруппа H конечна, тогда для всякого элемента A мощность левого смежного класса совпадает с мощностью подгруппы H. То есть на самом деле получается, что если подгруппа H конечна, то тогда каждый левый смежный класс, он имеет одну и ту же мощность. Причем не просто какую попало, а именно мощность, равную мощности самой подгруппы H. То есть количество элементов H. Ну, это очень просто. Значит, по определению имеем число элементов здесь не превосходит числа элементов здесь. С этим вы согласны? Потому что как у нас определять слева смежный класс? Мы должны элемент A поумножать на всевозможные элементы из подгруппы H. Согласны, да? Ну, в итоге у нас получится не более... В смысле, допустим, если в H было K элементов, то тогда после такой процедуры у нас получится максимум K элементов. Потому что мы взяли элемент A и поумножали его на K разных элементов. Максимум K получится. Ну вот, и теперь мы должны показать, почему на самом деле все, что получится, там действительно ровно K. Там действительно ровно K. Ну, а это очень легко. Если A умножить на H1 равно A умножить на H2, то как мы покажем, что H1 равно H2? Ну, перенесем в одну сторону. У нас как бы нет такой операции. Домножим на A минус первой слева. A минус первой слева. И получим H1 равно H2. То есть мы получили, что на самом деле, смотрите, как у нас все выглядит. У нас есть отображение из H в AH. И оно сюрлективно по определению, а вот это вот рассуждение показывает, что оно на самом деле инъективно. Соответственно, у нас вот это вот отображение из H в AH является объекцией. Соответственно, в AH столько же элементов, сколько в H. Ну, все, значит, итог. Итог какой? Число элементов в AH совпадает с числом элементов в H. Хорошо, значит, смотрите, в этой ситуации у нас что получается? Что все левые смежные классы содержат одно и то же число элементов. Давайте дадим такое определение. Индекс под группы H в группе G это число левых смежных классов G по H. Короче говоря, вот у нас есть разбиение группы G на левые смежные классы. Просто считаем количество смежных классов. Это будет по определению индекс под группы. Хорошо, значит, давайте мы скажем, как это обозначается. Обозначение. Стандартное обозначение. Вот такое. G двое точие H еще в скобочках. Как вы думаете, G двое точие H оно что напоминает? А? Оно напоминает деление на самом деле, да? И деление тут оно не случайно. Не случайно. В связи с следующей теоремой, которая называется теоремой Лагранжи. Теорема Лагранжи. Гласит следующее, что предположим, что группа G конечна. Пусть у нас есть конечная группа G. В ней H под группа. H под группа. То тогда число элементов G есть. Число элементов в H умножить на вот этот самый индекс. Вот этот самый индекс. Ну и доказательства. Доказательства. Есть ли тут вообще что-то содержательное? После всего того, что мы уже с вами обсудили. На самом деле, доказательства, в смысле, содержательного тут ничего нет. Просто пишем, что сразу следует. Сразу следует из чего? Из предложения элемы. Сразу следует из предложения элемы. То есть, идея вот в чем. Что вот у нас есть группа. Вот в ней мы взяли подгруппу. Дальше мы показали, что вся группа G раскладывается, ну как бы разваливается в объединение попарно-непересекающихся левых смежных классов. И в каждом левом смежном классе столько же элементов, сколько ваш. Соответственно, у нас есть вот такое соотношение. Очевидным образом. Ну и как бы вот это вот обозначение сразу вы видите, что само вот это число, оно на самом деле чему равно? Это число элементов G делить на число элементов ваш. Вот отсюда, собственно, аналогия с делением. И, собственно, вот это обозначение, я думаю, оно отсюда происходит. Хорошо, значит, вот мы с вами обсудили теорему Лагранжа. Вот она такая интересная. И теперь давайте мы обсудим несколько следствий из нее на слайдах. Итак, следствие из теоремы Лагранжа. Несколько штук сейчас выведем. Следствие 1. Если у вас есть конечная группа и в ней подгруппа, то тогда число элементов G делится на число элементов H. Ну, я думаю, это просто очевидно из самой теоремы Лагранж. Согласны? Алло. Хорошо. Следствие 2. Пусть опять же у нас есть конечная группа, и мы взяли в ней элемент, тогда утверждается, что порядок группы делится на порядок элемента. Как вы думаете, откуда это следует? Ну, из-за того, что порядок элемента равен порядку стихи группы. Совершенно верно. Порядок элемента совпадает с порядком порождаемой им циклической подгруппы, и мы можем применить следствие 1. Ой, да что ж такое. Так, ну вот, тут написал, да. Порядок элемента, это все равно, он равен порядку порождаемой им циклической подгруппы, значит, можем применить следствие 1. Хорошо, третье следствие. Пусть опять же у нас имеется конечная группа, тогда, если мы возьмем произвольный элемент этой группы, и возведем его в степень, равную порядку группы, мы получим всегда нейтральный элемент. Ну, давайте поймем, почему это. В общем-то, несложно. То есть, применяем следствие 2, и мы видим, что порядок элемента, он является делителем порядка группы, да. Соответственно, можно написать, что порядок g, это есть порядок нашего элемента, умножить на какое-то натуральное число s. Ну, и тогда, если мы теперь берем g, возводим в степень, равную порядку группы, мы можем это переписать в таком виде. Сначала возводим в степень, равную порядку самого элемента, а потом уже в дополнительную степень s. Ну, а g в степени, порядок, g в степени, собственный порядок, это есть что? Это есть e, соответственно, у нас получается e. Да? Ну, вот, это было следствие 3. Теперь, еще очень интересный и любопытный факт, следствие 4, малая теорема фирма. Поднимите руку, вы в курсе малая теорема фирма, да? Да. Она, наверное, у вас на дискретной математике была? Да. А, была, ну, понятно. И там вы ее как-то доказывали сложно. Было дело. Ну, вот, оказывается, что, смотрите, нужно развить совсем немножечко алгебраической теории, и тогда эта малая теорема фирма будет вытекать просто из теоремы Лагранжа. Значит, если у нас есть простое число, и мы берем ненулевой вычет по модулю p, да, p это простое число, то тогда, возведя этот ненулевой вычет степень по минус 1, мы всегда получим единицу по модулю p. Да, вот это малая теорема фирма. Ну, и как вы думаете, откуда это следует? Ну, подсказка из чего-то того, что мы уже с вами обсудили. Это следует из предыдущего, да? Потому что, смотрите, все вычеты, все ненулевые вычеты по простому модулю, они образуют у нас группу по умножению. Вот мы с вами в прошлый раз это обсуждали, помните? Вот, а эта группа по умножению, в смысле, а в ней сколько элементов? p-1. В этой группе p-1 элемент. Соответственно, теперь вы берете просто... Что такое ненулевой вычет по модулю p? Это как раз элемент данной группы. Соответственно, теперь берете любой ненулевой вычет, возводите его в степень p-1, и по предыдущему следствию сразу получается, что это нейтральный элемент нашей группы, то есть единица. Понятно, да? Ну вот, применили следствие 3, получили. Ну и, наконец, еще один очень важный результат, который выводится напрямую из стерео Лагранжа, что если у вас есть группа, представьте себе, у вас есть конечная группа, в которой число элементов это некое простое число, здесь обозначено p. Тогда утверждается, что автоматически ваша группа будет циклической, причем она будет порождаться любым неединичным элементом. Но единичный — это нейтральный. Вот обратите внимание, значит, что утверждается. Если у вас есть группа, имеющая простой порядок, то она автоматически циклическая и порождается любым своим неединичным элементом. Ну и доказательство такое. Берем неединичный элемент произвольный, тогда по следствию 1 порядок группы g делится на порядок, порождаемый данным элементом циклической подгруппы. Но поскольку g не равно е, то порядок у нас больше единицы. А порядок группы g — это простое число. То есть мы получаем ситуацию, когда простое число p делится на порядок некой циклической подгруппы. Причем этот порядок не равен единице. Спрашивается, чему может быть равен этот порядок? Но он равен только этому простому числу, согласны? Соответственно, вот мы получаем вывод, что циклическая подгруппа, порождаемая любым неединичным элементом, она обязана иметь порядок p, потому что больше деваться некуда. А раз она имеет порядок p, значит она совпадает со всей группой g. Ну и таким образом получается, что g циклическая порождается этим самым элементом g маленькой. Есть вопросы? Сейчас тогда снова продолжаем писать. Итак, это была теорема Лагранжи и ее следствия. Что будет дальше? Что у нас будет дальше? Итак, смотрите, вот тут у нас написано, есть отношение LH эквивалентности. Давайте мы введем еще симметричное отношение. Отношение RH на g. Оно будет формулироваться очень похожим образом. Пара AB принадлежит RH по определению. Вот там было у нас A-1B, теперь пусть будет B на A-1, принадлежит H. Вот такое давайте отношение рассмотрим. Тогда точно так же показывается, что RH это тоже отношение эквивалентности. тоже отношение эквивалентности на группе G. Причем, что тут у нас написано, что класс эквивалентности элемента A, это, как вы думаете, что? Это правый смежный класс, да? Это H-A. То есть мы берем элемент A и умножаем его на всевозможные элементы H, ну, в данном случае слева получается, да? Или, чтобы оправдать название правый смежный класс, мы говорим, все элементы подгруппы H умножаем справа на элемент A. А вот это называется правый смежный класс элемента A по подгруппе H. Итак, смотрите, какая ситуация у нас получается. Вот какой бы мы элемент с вами не взяли из нашей группы, для него можно построить левый смежный класс, и для него можно построить правый смежный класс. Понятно, да? И точно так же, как в случае с левыми смежными классами, у нас вся группа разбивается в объединение попарно-непересекающихся правых смежных классов. Таким образом, у нас получается два, вообще говоря, разных разбиения группы G на смежный класс. Значит, с одной стороны у нас есть разбиение на левый смежный класс, с другой стороны у нас есть разбиение на правый смежный класс. И вообще говоря, это два разных разбиения. Вы, надеюсь, на первом семинаре это уже обсудили. Обсудили, да? Значит, разбиение на левый смежный класс, разбиение на правый смежный класс, это вообще, говорят, два разных разбиения. Ну и тут можно нарисовать такую картинку, что, опять же, посмотрите, сама подгруппа H всегда является и левым смежным классом, и правым смежным классом. Однако остальные левый смежный класс и правый смежный класс, они могут быть уже устроены иначе. То есть, вот, допустим, у нас разбиение на левый смежный класс. Разбиение на левый смежный класс. А еще может быть разбиение на правый смежный класс, но может выглядеть как-то по-другому. Представляете, да? Вот у нас есть два таких разбиения. В соответствии с этим, вот мы видим два разбиения. Значит, довольно исключительный интерес представляет собой ситуацию, как вы думаете, какая? Когда вот эти два, то есть, вообще говоря, у нас есть два разных разбиения, да, но исключительный интерес представляет ситуацию, когда эти разбиения просто совпадают, да? И вот в этой ситуации давайте мы дадим определение. Определение. Подгруппа H называется нормальной, если для всякого элемента G из G левый смежный класс элемента G совпадает с правым смежным классом элемента G. То есть получается, что любой левый смежный класс на самом деле является и правым смежным классом. И действительно, вот эта ситуация, на самом деле, каждая синяя полосочка здесь является и зеленой. Так, значит, это понятие нормальной подгруппы, как она обозначается? Обозначение стандартное вот такое, вот треугольничек вот такой. H нормально в G. H нормально в G. Ну, это просто обозначение. Значит, теперь смотрите, вот у нас бывают группы, в группах бывают подгруппы и подгруппы бывают нормальные. То есть бывают нормальные, бывают ненормальные. Примеры давайте посмотрим. Примеры нормальных подгрупп. Смотрите. Очень важный случай. На самом деле, именно с этим случаем нам по факту придется работать в данном курсе в контексте нормальных подгрупп. Если G у нас Абелева, то что можно сказать про подгруппы? Какие подгруппы будут нормальными? Нормальные будут все подгруппы, согласны? Если группа Абелева, Абелева это что такое? Это коммутативно. Соответственно, G, H для любого H маленького, G, H равно H, G. Соответственно, вот это вот множество, они точно совпадают всегда. Соответственно, для Абелева групп, любая подгруппа, подгруппа H нормально. Дальше давайте мы приведем пример подгруппы, которая не является нормальной. Ну вот, я надеюсь, что вы разбирали такой пример на первом семинаре. Вот такое, что давайте в качестве G возьмем группу перестановок на трех элементах. В качестве H возьмем подгруппу, состоящую из тождественной перестановки и цикла 1-2. Тогда H не является нормальной. Ну и, наконец, третий пример. Помните, какие у нас есть самые тривиальные примеры подгрупп? Сама подгруппа, сама группа. Сама группа и Е, да? Давайте, что мы, как вы думаете, что можно сказать? Вот подгруппа, состоящая из одного нейтрального элемента, она будет нормальной или нет? Будет. Потому что, собственно, когда мы рассмотрим такое выражение, просто умножаем на E. Каждый смежный класс состоит всего лишь из одного элемента. И, собственно, класс элемента G, это в точности одноэлементное множество, состоящие из этого G. Как левый смежный класс, так и правый смежный класс. Я надеюсь, это очевидно, да? Хорошо. А что по поводу всей подгруппы? Она нормальная? Только в случае, если она Абелева. И все подгруппы? Нет. Если она спит еще. Вот берем, у нас есть G, и в качестве H берем саму G. Наверное. Сколько там есть смежных классов? Левых. Один. А правых? Они совпадают друг с другом? Да. То есть там имеется один левый смежный класс и один правый смежный класс. Причем оба этих смежных классов, это просто вся группа G. То есть по факту у нас как бы разбиения как такового и нет. У нас как бы одноэлементное разбиение. Соответственно, вот эти самые тривиальные подгруппы, как они у нас назывались, не собственные подгруппы, да? Они автоматически нормальны. Они автоматически нормальны во всей группе G. Значит, это понятно, да? Все, значит, эти примеры мы посмотрели. Теперь давайте мы посмотрим некоторое предложение, которое дает нам несколько эквивалентных условий на нормальную подгруппу. Следующее условие. Эквивалентный. Следующее условие эквивалентный. И тут будет три условия. Что первое. H это нормальная подгруппа в G. Второе условие. Что для всякого. Ну, давайте мы напишем так, что G, H, G в минус первой совпадает с H для всякого элемента G из G. И третье свойство, что G, H, G в минус первой содержится в H для любого элемента G из G. Значит, понятно, о чем тут говорится? Что такое G, H, G в минус первой, тоже понятно? Это просто мы берем всевозможные элементы такого вида, где вместо вот этого H, но подставляются все элементы H маленькая. Ясно, да? Хорошо. Значит, теперь, ну тут, конечно, любопытный момент, да? С одной стороны, вот у нас есть такое условие, с другой стороны, у нас есть такое, да? Они чем-то похожи. Какое из них тривиально следует из другого? Третье тривиально следует из второго, да? И может возникнуть вопрос, зачем вообще мы тут два условия эти записываем. Я объясню. Доказательства. Так, вот, смотрите, у нас есть три эквивалентные, три условия, про которые мы заявляем, что они эквиваленты. Мы будем доказывать по циклу. И с первого выведем второе сначала. С первого выведем второе. Значит, смотрите, для любого G мы что имеем? GH равно HG, это по определению нормальной подгруппы, правильно? Как нам теперь отсюда получить вот это условие? Доножим на G минус первой справа. Домножаем. На G минус первой справа получаем, что мы получаем? GHG минус первой, GHG минус первой равно H. Да? Ну, я надеюсь, это видно невооруженным взглядом. Теперь, из второго вводим третье. Ну, тут сам Бог велел написать слово тривиально. Если у нас одно множество совпадает с другим множеством, то первое множество уж точно содержится во втором. Хорошо, а теперь давайте докажем, что из третьего условия следует первое. Из третьего условия следует первое. Значит, смотрите, для любого G, для любого G из G, мы имеем GHG минус первой содержится в H. Тогда, как вы думаете, ну, что логично мы тут можем сделать? Домножим на G справа. Домножим на G справа. На G справа получим... Не совсем то, что надо, но хоть что-то. GH содержится в HG. Согласны, да? GH содержится в HG. Ну, скажем, для конечной группы... Для конечной подгруппы это уже автоматически влечет в нужный результат. Почему? Ну, не размерности, а размеры. Помните, вот тут у нас мы обсуждали, что всякий левый смежный класс содержит столько же элементов, сколько ваш. Про правый смежный класс, я надеюсь, вы понимаете, там тот же самый результат. Соответственно, здесь у нас как бы конечное множество, состоящее из K элементов. Еще одно конечное множество, состоящее из K элементов. Понятно, что из того, что они включаются друг в друга, следует, что они равны. Но в бесконечном случае этого недостаточно. Этого недостаточно. И теперь вопрос в том, как нам получить обратное включение. И для этого применяется такой трюк. Посмотрите, данное условие верно для любого G. Значит, оно будет верно, если мы вместо G подставим любой элемент нашей подгруппы. А давайте вместо G подставим G-1. Подставим вместо G, G-1, получим G-1, H, G содержится в H. Ну и тогда точно так же, домножив на G-1, нет, на G домножив слева, на G-1 слева, получаем, получим что? Как раз то, что HG содержится в GH. Ну вот, собственно, и все. Вот мы с вами это выяснили. Только на G слева, и не G минус 1. Да, спасибо. Не на G минус 1, а именно на G, да. Да, вот так. Все, мы все доказали, согласны? Так, теперь давайте я объясню, собственно, зачем нужно это свойство. Значит, зачем вот так вот странным образом писать два похожих утверждения вот здесь, да? На самом деле, каждое из этих свойств используется в разных контекстах. Вот это свойство, оно используется где? Предположим, что вы уже имеете с группой G и с нормальной подгруппой H. Тогда это очень сильное свойство. Тогда вы точно знаете, что для любого вот этого выполнено вот это. Для любого элемента G маленького выполнено вот это свойство. Понятно, да? И дальше вы можете там применять это где-то в своих собственных рассуждениях. А теперь, где используется вот это свойство? Вот это свойство, оно используется в тех ситуациях, когда у вас дана группа G, дана в ней подгруппа H, и вы хотите проверить, что H нормально в G. И тогда вы говорите, как мы будем проверять, что подгруппа H нормально в G. Давайте возьмем произвольный элемент G маленького и G большого. Рассмотрим вот такое выражение и покажем, что оно всегда содержится в H. Понятная идея? Если вы покажете, что это содержится всегда в H для любого G, значит вы автоматически делаете вывод, что подгруппа H нормально. Понятная идея? Просто если бы мы выкинули вот это вот условие, то тогда как бы вам пришлось делать? Если перед вами стояла задача доказать, что данная подгруппа нормальная, тогда вам пришлось бы проверять не просто включение, а что вот в точное равенство. Зачем нам проверять точное равенство, если нам достаточно проверить включение? То есть проще, процедура проще. Ясно, да? В общем, эти два свойства, они просто, они как бы эквивалентны друг другу, но они вот используются именно в разных контекстах при работе с этой всей наукой. Значит, смотрите, вот мы с вами обсудили нормальные подгруппы. И теперь я сейчас вам расскажу, в чем заключается очень важная роль, которую нормальные подгруппы играют во всей этой теории групп. Оказывается, что если у вас есть нормальная, смотрите, если у вас есть группа G и в ней подгруппа H, которая нормальная, то тогда вот по вот этим данным вы можете построить новую группу. И вот сейчас мы с вами обсудим, как это сделать. Итак, пусть у нас G опять же группа. H, теперь пусть нормальная подгруппа. H пусть нормальная подгруппа. Давайте введем такое обозначение. G слэш H это множество всех. Давайте я напишу левых смежных классов G по H. Ну, у левых в данном случае вы тоже понимаете, что это то же самое правых. То же самое, что правых. Смотрите, если у нас есть нормальная подгруппа в какой-то большой группе G, то тогда, как мы знаем, всякий левый смежный класс, он совпадает с правым смежным классом. И в этой связи у нас нет нужды различать между левыми смежными классами и правыми смежными классами. Потому что это одно и то же. Вот этот момент понятен? Значит, левые смежные классы это то же самое, что правые смежные классы. Поэтому в данной ситуации, когда работают с нормальными подгруппами, вот эти слова левых и правых их просто забывают. И работают как бы просто со смежными классами. У нас есть подгруппа, по ней есть смежные классы. Мы понимаем, что они с одной стороны левый смежный класс, с другой стороны, а ниже это будет правый смежный класс. Поэтому употреблять слова левый и правый здесь нет нужды. Хорошо. И теперь, смотрите, вот утверждается, что, вот смотрите, вот эта вот картинка, да? Допустим, вот эти вот синие. Ну ладно, давайте я другую картинку потом нарисую. У нас есть множество всех левых смежных классов. Давайте я воспроизведу картинку здесь. Вот, допустим, наше G, вот наше H. И вот у нас есть разбиение на левый смежный, ну просто на смежный класс в данном случае. Определим на G, по H бинарную операцию. Ну давайте как бы обозначим ее тоже, как вы умножите. Вот если в исходной группе было умножение, то давайте здесь тоже так же обозначать. умножим, умножение, полагая, G1H умножить на G2H по определению равно смежный класс произведения данных элементов. Вот давайте мы вот это определение разберем. Значит, смотрите, что мы хотим сделать. У нас есть разбиение группы G на смежные классы. Это мы понимаем, да? А теперь мы как бы каждый смежный класс хотим рассматривать просто как один элемент некого нового множества. Это понятно? И теперь вот эти вот элементы, элементы мы хотим научиться перемножать. Ну то есть, смотрите, мы берем один смежный класс, мы хотим его умножить на другой смежный класс и получить в результате третий смежный класс. Понятно, в чем, что мы хотим, чего мы хотим добиться. Теперь в следующий момент, как мы это делаем? Как мы это делаем? Предположим, что мы хотим умножить вот этот левый смежный класс на какой-нибудь вот этот левый смежный класс, да? Как нам перемножить два смежных класса? Вот мы выделили один смежный класс, выделили другой смежный класс. Как нам перемножить? Значит, смотрите, что происходит. Мы берем произвольную точку G1 из первого смежного класса, берем произвольную точку G2 из второго смежного класса, перемножаем их, пусть у нас получился g1, g2. И тогда мы просто заявляем, что результатом произведения двух исходных смежных классов будет смежный класс вот этого самого элемента. Понятная конструкция? Ну что такое смежный класс элемента g1? Это как раз g1h. Смежный класс элемента g2 это g2h. И мы теперь в результате получим, ну вот, берем g1, взяли g2, перемножили, получили, взяли их смежный класс. Вот это как бы результат. А теперь контрольный вопрос к вам. В чем тут есть потенциальная проблема с таким определением? В чем заключается неоднозначность? Совершенно верно, да. Проблема основная в чем? Что, смотрите, у нас вот в этой процедуре есть некий произвол. Мы произвольным образом выбираем элементы с первого смежного класса, произвольным образом выбираем элементы с второго смежного класса, да? И вообще говоря, нам никто не гарантирует, что если мы выберем элементы какие-нибудь другие из тех же самых смежных классов, g1h, g2h, да? Мы их перемножим, вообще говоря, нам никто не гарантирует, что мы попадем в тот же самый смежный класс. Понимаете? И вот если такое вдруг произойдет, тогда получится, что наше определение, оно никуда не годится. То есть оно не позволяет нам перемножить два смежных класса и получить однозначно определенный третий смежный класс. Ну и вот, и утверждается, что если наша подгруппа H нормально, то вот такой проблемы никогда не будет. Собственно, вот это как раз доказывается такой процедурой, которая называется проверка корректности. Проверка корректности. Значит, предположим, что мы взяли вот в двух смежных классах, мы взяли другие представители. Пусть g1h, давайте так, равно g1'h, g2h равно g2'h, и нам надо показать, надо показать, что g1g2h на самом деле будет равно g1'h, g2h, значит, это мы хотим показать. Как мы это делаем? Ну вот, смотрите, вот как бы мы исходим из этого утверждения, что вот из этого мы делаем вывод, что g1'h равно g1. Давайте я чуть подробнее напишу. g1'h принадлежит h. Согласны? Тогда, поскольку два смежных класса совпадают, значит, просто по определению нашего отношения. Тогда получается, что g1'h принадлежит g1h, следовательно, g1'h равно g1 умножить на какой-то h1, где h1 лежит в h. Согласны? h1 лежит в h. Точно так же, g2 минус первое g2 тоже у нас принадлежит h. Отсюда делаем вывод, что g2'h это есть g2 умножить на h2, где h2 тоже лежит в h. Ясно? Соответственно, что мы теперь хотим показать? Ну, мы теперь просто сейчас формально распишем вот эту вот вещь, распишем подробно, что это за смежный класс, и увидим, что это будет тот же самый смежный класс, что и смежный класс элемента g1, g2. Ну, поехали. Значит, что мы имеем тогда? g1, g2, h. Это есть. Так, где у нас тут все написано? А, g1 штрих. Штрих. Значит, g1 штрих подставляем, просто g1, h1, g2 штрих тоже подставляем. Вот у нас такая ситуация получается, согласны, да? И здесь, вот здесь выполняется хитрый трюк. Давайте мы вот это вот выражение, которое тут стоит, давайте мы его преобразуем следующим образом. g1, g2. Вот вместо g1 и h1 ставим такую комбинацию g2, g2 минус 1. Так, увидели, да, что мы сделали? Просто между g1 и h1 я вставил g2, g2 минус 1. Я ставил e. Все, это все, что я сделал. Ну, а теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас в итоге получилось. Получилась у нас такая конфигурация. Посмотрите, g2 минус 1, h1, g2. Как вы думаете, где это лежит? Это лежит ваше. Это лежит ваше. В силу нормальности. Согласны? Вот у нас есть, тут еще свежо вот это предложение. Какой бы вы элемент g не взяли, вот это вот множество содержится ваше. Соответственно, данный элемент, который я выделил, он тоже лежит ваше. Вот это вы видели? Вот этот элемент тоже лежит ваше. Соответственно, что мы имеем? g1, g2 умножаем на какой-то элемент изаше, потом умножаем на всю аше. Но на самом деле отсюда сразу видно, что вот этот элемент изаше, который стоит перед h большим, он просто съедается, он проглатывается этой группой h, и у нас получается то же самое множество. Но давайте мы чуть более формально запишем, что получается, что это действительно лежит. Смотрите, вот такой смежный класс лежит вот в таком смежном классе. Вот мы формально это показываем. Да? Но так как смежные классы либо не пересекаются, либо совпадают, то условие, что один смежный класс содержится в другом, оно автоматически влечет, то, что смежные классы просто совпадают. Значит, так как смежные классы либо не пересекаются, либо совпадают, то получаем g1 штрих, g2 штрих, h равно g1, g2, h. Вот мы проверили корректность. Вот проверка корректности, мы ее выполнили. Значит, теперь смотрите, у нас есть множество всех смежных классов данной группы по данной подгруппе, по данной нормальной подгруппе. И на этом множестве корректно введено, корректно определено умножение. Ну, в смысле, некая бинарная операция. То есть понятно, что мы имеем на данном этапе. У нас есть некое множество, на этом множестве у нас есть корректно определенные бинарные операции. Понятно, да? Я утверждаю, что данное множество с данной операцией, оно является ничем иным, чем, как вы думаете? Оно является группой. Проверим. что вот эта самая gph с вот этой данной операции является группой так ну и я давайте кратко мы значит скажем что проверять первая ассоциативность первая ассоциативность ну вот если мы посмотрим внимательно на вот это вот определение мы видим что как бы 10 умножаем g1 g2 и получается же один же смежный класс g1 g2 и там долго не смысле некая такая большая выкладка показывает что ассоциативность у нас выполняется да я не буду приводить эту выкладку она есть вот в этом файле который я вам посылал значит давайте я скажу что просто она тут есть и вытекает вытекает и зацать из ассоциативности умножения в самой группе же мы знаем что вот у нас группа же мне есть ассоциативность и тогда из той ассоциативности вытекает ассоциативность вот здесь ну давайте скажем упражнение как бы если если уж совсем второе кто быть нейтральным элементом кто е аж да ну то есть е аж это просто аж вот помните как бы вот у нас есть вся группа же давние есть выделенный как бы смежный класс по отношению к группе аж сама под группа аж вот это выделенный элемент и понятно что логично предположить что этот выделенный элемент он и будет играть роль нейтрального элемента ну так и получается и наконец кто такой обратный к же аж элемент это кто уже минус 1 hd же минус 1 h же минус 1 h ну вот вот получается как бы итог итог вот это самое множество смежных классов с операцией умножения является группой вот это собственно то что что мы доказали сейчас не то что доказали а просто соответствии с конструкцией у нас получается такой результат и вот эта группа она имеет собственное название называется фактор группа определение аж нормальная подгруппа тогда группа аж и так вас получается фактор группа значит смотрите какой глобальный смысл всего это вот мы с вами начали изучать прошлый раз вот такое понятие как группа да и рассмотрели какие-то естественные примеры групп и тут может в принципе возникнуть такой естественный вопрос а как имея как имея там какой-то набор групп получать из них еще какие-то группы новые понять сам вопрос как из них конструировать как из них конструировать новые группы и еще в прошлый раз мы с вами обсудили что в принципе имея группу одну конкретную можно в ней там взять подгруппу это тоже будет группа то есть в принципе один из способов как из одних групп получать другие это брать подгруппы да а вот это вот конструкция она дает как бы еще один способ получать из одни групп другие вот рассматривать как бы конструкцию фактор группы фактор группы хорошо давайте пример посмотрим пример значит конструкция фактор группа она как бы не хороша тем что она слишком абстрактно и вот опыт показывает что многие студенты испытывают трудности с пониманием этой конструкции в общем если у вас какие-то проблемы будут не стесняйтесь приходить на консультации там мои любых семинаристов любых ассистентов как бы это вы помните про такую возможность да вот и еще проблема с тем что у нас пока что не нет больше нет больших возможностей привести много примеров этой конструкции давайте приведу один пример пусть нас в качестве группе же берется z а в качестве h берется подгруппа nz вот эта конструкция которую мы с вами обсуждали еще в прошлый раз дополните группа z а ну давайте z с операцией сложения да ну там как бы другой операции нету для мы с вами классифицировали все подгруппы там помните прошлый раз соответственно давайте мы возьмем вот такую подгруппу где n натуральное число то тогда что можно сказать про вот это самый фактор группу кто-нибудь понимаете у кого-нибудь есть идеи что что это могло бы быть но конечно смущает отсутствие реакции значит я утверждаю что это будет группа вычетов группа вычетов но здесь здесь возникает тоже естественный вопрос прям 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 тут прям знак равенства или все таки давайте я скобочек напишу что еще изоморфизм чуть позже мы поговорим сегодня про изоморфизм и значит смотрите как бы какое а что что я хочу сказать этим примером значит у вас есть и как бы вы понимаете что вычеты что такое вычеты по модулин вы понимаете вы работать с ними умеете складывать умеете соответственно как бы это вот у вас есть пример группы с которой вы умеете работать правильно вот я утверждаю что на самом деле это самая группа ее можно реализовать просто как фактор группу группы целых чисел по подгруппе целых чисел кратных n. Это некая новая реализация этой группы. То есть на нее, в теории, очень часто на эту группу, на группу вычитав по модулу n, на нее смотрят именно как на фактор группу. Но это надо осмыслить. Если вы никогда об этом не задумывались, и вообще конструкция фактора группы для вас нова, это надо потратить некое время, прям обдумать это надо. Если у вас будут какие-то проблемы, опять же приходите на консультации, там все обсудим. А если они непростые? Что? Если они непростые? А неважно, потому что мы здесь рассматриваем по сложению. Там можно было бы рассматривать не нулевые вычеты по умножению, но это уже другая история. А здесь просто, самый простой вариант именно по сложению. Значит, вот у нас есть вычеты, и их можно реализовать именно как фактор группы. То есть на них можно смотреть как действительно смежные классы. Каждый вычет, вычет числа k. Давайте я как бы скажу. Значит, а вычет числа k, он соответствует здесь чему? Смежному классу k плюс nh. Вот это понятно? Да. Вот можете это тоже... Я настоятельно рекомендую вот обдумать этот момент и осмыслить его. Так, хорошо. Теперь идем дальше. Давайте рассмотрим. Значит, смотрите. В теории векторных пространств, которые у вас параллельно изучаются в курсе линейной алгебры, там есть как бы векторное пространство. Как они взаимодействуют друг с другом? Посредством чего? Отображения. Каких? Линейных. Линейных, вот. И как эти линейные отображения там обозначаются у вас? Хом. А хом – это сокращение от какого слова, как я вам говорил? Гомоморфизм. Соответственно, сейчас мы обсудим аналог той самой ситуации. Значит, мы сейчас введем понятие гомоморфизма. Гомоморфизм – это отображение, посредством которых разные группы взаимодействуют друг с другом. Итак, пусть у нас G и F – это две группы. Определение. Отображение FI из G в F называется гомоморфизма. Ну, давайте я в скобках напишу гомоморфизму групп. Потому что дальше у нас еще будут гомоморфизмы колец. Это немножко разные вещи. Если, давайте напишу так, что для любых G1, G2 и G, FI от произведения – это произведение FI. Что такое гомоморфизм? Гомоморфизм – это отображение, сохраняющее операции. Помните про векторное пространство? У вас тоже была такая идеология. Линейное отображение сохраняло все операции. Здесь тоже гомоморфизм в алгебре вообще. Это отображение между двумя объектами одного и того же типа, которое сохраняет все имеющиеся операции на них. Сохраняет это вот так. То есть здесь как это надо понимать? Как это надо понимать? Если вы берете два элемента G1, G2 в первой группе, перемножаете их, и потом результат переводите во вторую группу, то это будет то же самое, что вы сначала оба этих элемента перевели во вторую группу, а потом там во второй группе перемножили. Это будет тот же самый результат. Ну и здесь надо понимать, что G1, G2 – это умножение в группе G, а вот этот значок умножения – это умножение в группе F. Понимаете, да? То есть, вообще говоря, это две разных операции здесь. Но понятно, что ради простоты изложения их стараются обозначать везде одинаково, подразумевая, что точный смысл всегда понятен из контекста. Значит, это гомоморфизм. Так мы еще посмотрим. Что про гомоморфизмы хочется сказать? Такое замечание. Ну, в каком-то смысле простейшее свойство. Значит, смотрите. Если же EG, EF – это нейтральные элементы, EG или нейтральный элемент G, EF – нейтральный элемент ваш, то тогда FI от нейтрального элемента всегда будет нейтральным элементом. То есть, при любом гомоморфизме нейтральный элемент переходит в нейтральный. Давайте это обсудим. Почему? Смотрите. EG умножить на EG – это что будет? Это будет EG. Давайте мы применим к обеим частям этого равенства FI. Тогда FI от EG умножить на EG – это будет FI от EG. Согласны? Ну, тогда это можно расписать через гомоморфизм. FI от EG умножить на FI от EG – это будет FI от EG. Да? Теперь что надо сделать? Домножим это с любой стороны на самом деле на FI от EG в минус 1. Давайте слева домножим. На FI от EG минус 1 и здесь на FI от EG минус 1. Слева умножаем и что мы получаем? Эти два сокращаются, дают нейтральный и получается, что FI от EG равно EF. Согласны? Итак, при гомоморфизме нейтральный элемент переходит в нейтральный. И второе свойство, что для любого элемента G из G обратный переходит в обратный. Если мы возьмем элемент обратный к FI от EG, то это будет то же самое, что если мы сделали вот так. Образ обратного. То есть обратный к образу – это образ к обратному. Ну, как это показать? Давайте посмотрим. Возьмем FI от EG. FI от G минус 1 умножаем на FI от G. Как показать, что какой-то элемент обратен к данным? Надо просто его умножить с обеих сторон на данные и увидеть, что получается нейтральный. Ну, это получается легко. FI от G минус 1 на G. Получается FI от EG. Это равно EF. Согласны, да? И в другую сторону точно так же. FI от G умножаем на FI от G минус 1. Получается FI от G на G минус 1. Ну, и получается то же самое. Все, это мы выяснили с вами. Итак, при гаморфизме групп нейтральный элемент переходит всегда в нейтральный. Точно так же, как при линейном отображении, 0 всегда переходит в 0. Помните? Вот здесь это аналог. И обратный переходит в обратный. И для векторных пространств там тоже есть. Что противоположный к вектору переходит тоже противоположный к образу. Так, идем дальше. Что нам еще надо сказать про изоморфизмы? Надо сказать определение. Гомоморфизм. Гомоморфизм. ФИ АДЖФ. Называется изоморфизмом. Ну, вы, наверное, догадываетесь, в каком случае. Если он является биекцией. Если ФИ биекция. Так, определение. Две группы. Две группы. Г и АДЖФ. АДЖФ. Называются. Изоморфинами. Как, вы думаете, в каком случае? Да, если между ними есть изоморфизм, да? Если существует изоморфизм, фи из ЖВФ. Ну, как бы, какие тут обозначения? Обозначения тут такие. Вот использует такой вариант. Использует такой вариант. Я буду использовать именно такой вариант, да? Я, мне кажется, уже говорил. Проще писать меньше, да? И сам изоморфизм, если между ними существует изоморфизм, как бы сам гомоморфизм, являющийся изоморфизмом, обозначает вот таким вот стрелочка с волной. То есть подразумевается, что вот у нас гомоморфизм, но он еще, как бы, эта волна означает, что он не просто гомоморфизм, он еще изоморфизм. Значит, упражнение. Упражнение, что если у нас есть гомоморфизм, фи из ЖВФ это гомоморфизм. Так, не гомоморфизм, а изоморфизм. Изоморфизм. То тогда что? Обратное отображение. Фи в минус первой, которая из Ф действует в Ж, оно будет чем? Тоже изоморфизмом, да? Тоже изоморфизм. Тоже изоморфизм. И вот тут как раз, как бы, это все к чему? Это все к тому, что на множестве всех групп можно вести по отношению изоморфности, да? Ну и вот тут тоже еще одно упражнение, чтобы показать, что, как бы, отношение изоморфности изоморфности на множестве всех групп является отношением эквивалентности, так, эквивалентности. и все группы, ну и как следствие, давайте напишем, как следствие, как следствие, все группы разбиваются на классы изоморфных. На классы изоморфных. Ну или классы изоморфизма. Ну и тут стандартная идея, которую вы уже слышали, там, для случая векторных пространств над данным полем, да? Можно рассматривать. И там есть тоже отношение изоморфизма. И вот глобальный алгебраический смысл, который несет в себе понятие изоморфизма, это, как бы, два объекта изоморфных, тогда и тогда, когда с алгебраической точки зрения они считаются одинаковыми. Вот, это глобальный смысл, для чего нужен изоморфизм. Как бы, изоморфные группы, они одинаковые считаются. То есть они могут выглядеть по-разному, но при этом с точки зрения структуры группы, которая на них есть, это одна и та же структура. Просто можно объективно отобразить и видим, что умножаться будет одинаково. Вот, ну и вот здесь как раз, да, в зависимости от того, вот в этой ситуации, в зависимости от того, как вы определяете вычеты, они либо совпадают в точности с вот этой фактор-группой. Просто, как бы, часто вот эти группы вычетов удобно именно определять как. То есть давайте по определению положим группа вычетов, это просто фактор-группа вот такая. Тогда это будет знак равно. А если какую-нибудь другую реализацию, например, реализацию, давайте мы в качестве группы вычетов возьмем 0, 1 и тогда n-1, как множество, и в качестве операции возьмем сложение по модулю n, да? Наверное, это и есть та самая реализация, с которой вы все время работаете, правильно? Тогда формально это будет не равно фактор-группе, но оно будет изоморфно. Оно будет изоморфно. Тоже можно, как бы, в явном виде изоморфизм указать. Давайте мы приведем нетривиальный пример изоморфизма. Пример изоморфизма. Значит, пусть у нас в качестве группы G берутся все действительные числа с операцией умножения, в качестве F давайте возьмем все положительные действительно числа с операцией умножения. И тогда есть одно известное, хорошо известное отображение, которое одно переводит в другое. Какое, знаете, отображение? Которое все действительно числа переводят в положительные. Квадрат. Как? Квадрат. Квадрат? Нет. Модуль может. Модуль нет. Нет, вы не путайте, именно положительные, а не ноль. Квадрат 2. Так, ладно. Так, x, давайте я вам напомню, может вы забыли, есть такое замечательное отображение, которое называется экспонента. И тогда вот, знаете такое свойство экспоненты, что экспонент от суммы есть произведение экспонент. Слышали про такое свойство? Вот это свойство, оно в данном контексте означает в точности, что φ это гомоморфизм групп. И это получается, но легко видеть, как бы вы знаете, что это отображение объективно на данных множествах, да? Соответственно получается изоморфизм, изоморфизм групп. При этом контрольный вопрос, обратный изоморфизм как задается? Логарифм. Логарифм, это вы уже поняли. Хорошо. Ладно, идем дальше. Значит, помните, с линейными отображениями там какие стандартные объекты были связаны? Матрицы. Матрицы, это хорошо. А еще? Ядрообраз. Во, ядрообраз. Помните, да? Ядрообраз, это такая тоже весьма стандартная вещь в алгебре. И вот она в данном контексте тоже присутствует. Пусть у нас есть ФИ, ЖФ, это гомоморфизм групп. Гомоморфизм групп. Тогда что мы сделаем? Определение. Ядро. Ядро. Это. Это все элементы из нашей Ж, которые при действии гомоморфизма куда переходят? Ну, в нейтральный, да? И образ. Образ ФИ, это что такое? Ну, это обычный, опять же, теоретико-множественный образ группы Ж. Значит, понятно, да? Вот у нас есть гомоморфизм. Если у нас есть гомоморфизм, все элементы, переходящие в нейтральное, это ядро, а есть просто теоретико-множественный образ. Так? Значит, что хочется сказать упражнение? Ядро. Это подгруппа в Ж. Второе, то, что образ. Образ, это подгруппа в H, но это проверяется в лоб. Какой аналог из линейной алгебры вы помните вот у этого утверждения? Что ядро линейного отображения – это подпространство в первом векторном пространстве, да? Образ линейного отображения – это подпространство в втором векторном пространстве. Помните такое утверждение? Ну, и здесь это полный аналог. Это полный аналог. да спасибо это f да 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 так f здесь f значит дальше что еще надо сказать тоже очень простой факт но который полезно иметь ввиду значит первое что фи инъективно как вы думаете каком случае но опять же аналогии с векторами пространствами тут вполне уместны когда ядро тривиально только же ежеда ядро совпадает с нейтральным элементом группы g и наконец фи изоморфизм тогда и только тогда ну когда она инъективно и сюрективно значит вот просто у нас получается два условия что вот так и образ это вся группа f тоже упражнение в общем как бы это просто очевидно из определения вторая часть здесь но вот про ядро тут надо чуть-чуть написать строчку вычислений хорошо значит смотрите вот у нас мы с вами поняли что ядро и образ это подгруппа в соответствующих группах да но сегодня мы раз с вами рассматривали что среди подгрупп у нас есть некий привилегированный класс среди подгрупп еще можно видеть нормальные подгруппы тогда естественный вопрос заключается в том что вот какая-нибудь из этих подгрупп может быть автоматически нормально и вот как раз ответ такое что до ядро ядро любого гоморфизма она автоматически является нормальной подгруппы лима ядро это нормальная подгруппа где в же ядро это нормальная подгруппа в же доказательства надо доказать помните у нас там было вот сегодня мы с вами вот на этой доске выписывали утверждение да же аж минус 1 содержится ваш помните такое условие вот мы сейчас его проверим надо доказать что же ядро фи же минус 1 содержится в ядре фи для любого же и же и так пусть хорошо значит соберем тогда а берем аж из ядра фи значит тогда что мы имеем фи от g h g минус 1 это что такое по свойству гоморфизма это расписывается фи от g на фи от аж на фи от g минус 1 аж лежит в ядре поэтому это е согласны так это будет е значит тогда можно писать дальше что это фи от g умножить на фи от g минус 1 ну тут можно двумя способами можно так фи от g умножить на фи от g минус 1 это мы уже сегодня обсуждали тут соответственно получается и и следовательно аж аж минус 1 но действительно лежит в ядре так одно собственно и все то есть вот как бы отсюда следует вот это вот звездочек назовем это звездочек вот это как раз вот первое применение вот того утверждения про нормальную подгруппу что если вы хотите показать что какая-то подгруппа нормальная вы берете произвольный элемент g берете g hg минус 1 считаете что получается и увидите что тоже лежит в вашей подгруппе посчитали получили все результат есть но и теперь теперь мы подошли к основной теореме данной лекции сегодняшней лекции это теорема о гоморфизме для групп теорема о гоморфизме для групп теорема о гоморфизме для групп что если у нас есть гоморфизм групп то тогда смотрите что можем сделать во первых у нас есть образ его образ во вторых у нас есть ядро ядро является нормальной подгруппы правильно а коль скоро у нас есть нормальная подгруппа то по ней можно всегда рассмотреть фактор группу и тогда можем рассмотреть вот такую фактор группу и утверждается что она изоморфно в точности образу вот что утверждает теорема о гоморфизме для групп ну вот давайте мы значит это теорема в принципе посмотрите что она позволяет сделать она иногда позволяет вычислить ну чему изоморфно вот фактор группа то есть изначально как бы конструкция фактор группы она довольно абстрактные не очень понятно да с другой стороны если вдруг вам вашу нормальную подгруппу удалось реализовать в виде ядра некоторую гоморфизма то тогда вот вы можете сразу воспользоваться данной теоремы увидеть что фактор группа по вашей подгруппе она будет как бы иметь конкретный вид образ вашего гоморфизма но это мы посмотрим у нас там будет содержательный пример давайте доказательства сначала мы должны устроить гоморфизм а потом показать что он будет изоморфизмом отображение psy из же по ядру в образ а именно берем смежный класс смежный класс элемента же маленькая отправляем куда отправляем феджа вот рассмотрим такое отображение которое каждому смежному классу поставляется вот такой элемент из образа здесь мы должны опять же сначала проверить корректность в чем заключается проблема что опять же здесь мы взяли какой-то один элемент из смежного класса и отправили да а вдруг если мы возьмем другой элемент из того же самого смежного класса вдруг он придет другой элемент тогда мы не сможем так отображение определить соответственно мы должны сказать следующее что пусть же ядро фи совпадает же штрих ядро фи тогда как мы уже сегодня делали вот такую процедуру тогда же штрих обязан иметь вид же умножить на h где h это какой-то элемент из ядра из нашей подгруппы да тогда пси от же ядро же штрих ядро это будет что это будет фиад же штрих но фиад же штрих же штрих это же умножить на h значит это фиад же умножить на фиад h а а аж лежит ядре значит это е это е соответственно получается фиад же и это равно пси от же перфи значит смотрите взяли другого представителя того же самого смежного класса и получили что образ совпали значит ура наше отображение определено корректно вторая часть значит хорошо у нас есть отображение вот из-за из этой группы в эту дальше мы хотим показать что это гомоморфизм где это гомоморфизм и это проверяется просто в лоб прямой рутинной проверкой значит у нас есть определение гоморфизма у нас есть определение данного отображения вот давайте мы их скомбинируем и получим значит пси от g1 вот все произведения двух смежных классов мы должны посчитать чему это равно значит произведение двух смежных классов фактор группе это смежный класс произведения пси от g1 g2 смежный класс по определению это равно фиад g1 g2 а фи это гомоморфизм значит это будет фиад g1 умножить на фиад g2 и наконец что мы имеем а это как раз и есть произведение двух смежных классов секундочку пси забыл пси от g1 ядро умножить на пси от g2 ядро ну все показали что это гоморфизм да спасибо да вы абсолютно правы здесь должно быть пси да это очень важно тут так хорошо смотрите у нас есть отображение которое является гоморфизм мы нам теперь осталось показать что это изоморфизм значит осталось проявить что это объекция объекция это что сюррективно плюс инъективно третье сюрективность что важно сказать ну на самом деле вот эта формула показывает что любой элемент из образа мы так получим просто из из конструкции то есть если вы хотите получить элемент фиад g ну тогда берите вот смежный класс элемента g и он как раз перейдет в него из конструкции ну или или определение или определение самого отображения пси значит только сюрективность мы получаем бесплатно здесь ну и оставшиеся свойства инъективность инъективность ну давайте проверим что предположим что псиад g1 ядро это есть псиад g2 ядро тогда получаем что фиад g1 равно фиад g2 правильно правильно по определению ну тогда мы можем тогда можно что сказать е это фи от давайте как тут сделать аккуратненько g1 минус 1 умножить на фиад g2 умножим слева на фиад g1 минус 1 обе части и это будет равно фиад g1 минус 1 умножить на g2 согласны да ну смотрите фиад какого-то элемента равно е это что означает что элемент лежит в ядре значит g1 минус 1 g2 лежит в ядре а это как раз то условие что у них совпадают смежные классы помните по отношению у нас именно так определялось следовательно g1 ядро совпадает с g2 ядро ну вот собственно и все мы все проверили итак мы построили отображение между двумя множествами между двумя группами мы показали что оно гоморфизм показали что он объективно значит мы получили действительно изоморфизм ну на семинарах я думаю вы еще более подробно это обсудите давайте как бы я слайд еще покажу с примерами применения этой теоремы вот рассмотрим один содержательный пример и несколько тривиальных так примеры вот смотрите пример рассмотрим действительно число с операцией сложения и в качестве подгруппы возьмем целое число с операцией сложения зададимся себе вопросом а что будет фактор группы здесь и вот тут давайте мы как бы мы должны устроить гоморфизм из группы g таким образом чтобы ядром были как раз целое число и вот вот такой гоморфизм надо придумать берем в качестве f группу c без нуля с операцией умножения и рассматриваем отображение что-то типа экспоненты понятно да? e в степени 2пи и а и значит косинус это получается косинус 2пи а плюс и синус 2пи а мы куда попадаем на комплексной плоскости? косинус 2пи а плюс и синус 2пи а это что за элементы? они где лежат? они лежат все на единичной окружности соответственно легко проверяется что такое отображение будет гоморфизмом также легко проверяется что косинус 2пи а плюс и синус 2пи а равно единице когда? когда а целое число то есть аргумент кратен 2пи соответственно а должно быть целым числом гоморфизм будет в точности наш под группу h а образ это как мы уже выяснили это единичная окружность соответственно в результате мы получаем что фактор группы это есть единичная окружность вот таким вот интересным образом фактор группу в данном случае удается вычислить но вычислить именно с точностью дезаморфизма ну и можно рассмотреть еще что происходит вот с такими еще тривиальными гоморфизмами смотрите рассмотрим тождественное отображение это будет автоматический гоморфизм у него ядро это нейтральный элемент образ это сама g соответственно получаем вот такое соотношение что фактор группа g по единичному элементу это сама g ну просто такое как бы один тривиальный изоморфизм и давайте рассмотрим гоморфизм из группы g в группу из одного элемента но все переходит вот в этот самый нейтральный элемент получается тоже гоморфизм у него ядро будет вся же то что вся же переходит нейтральный образ будет нейтральный элемент и тогда мы получаем значит фактор группа g по себе же как как нормальной подгруппе это будет как бы группа из одного элемента но это тоже в каком смысле тривиальная вещь все давайте на сегодня все